Пришел новый федеральный министр образования, чтобы доказать свою значимость и серьезность, говорит, я сейчас там не всех. И вот устроил такой мониторинг. У вас, Владимир Владимирович, нет такого ощущения, обращаясь к вам, как представитель того самого вуза, который признан неэффективным? Или там сейчас имеющие признаки неэффективности? Да нет, давайте сразу оговоримся, что по данным показателям у нас, возможно, по каким-то критериям, показателям мы неэффективны. На самом деле, мы, если говорим по процедуре лицензирования и аккредитации, мы все-таки прошли ее успешно, по многим даже показателям мы значительно превысили данные значения. Что касается новой метлы, то на днях буквально председатель правительства заявил, что критиковать министров может только президент. А, вот так, да? Да, поэтому мы не имеем права критиковать. Ну а по поводу нашего вуза педагогического, старейшего вуза, ему 93 года. Я почему, извините, вас перебиваю, а спрошу. Я сам выпускник этого вуза, правда, поступал еще при советской власти, но тогда на ИСТФАК, который я закончил, был конкурс 8 человек на место. Неэффективности, вообще речи не было. И позже, насколько я знаю, не было недостатка в абитуриархе. Сейчас по некоторым направлениям у нас конкурс 27 человек. Вот так вот. Даже при том, что мы говорим о демографической яме, что мы пока из нее не вышли. То есть вуз востребован, поэтому мы здравствуем. Я вас еще раз перебью, но только для того, чтобы вывести в эфир, в прямой эфир программы «Обратная связь» нашего очередного телезрителя, который дозвонился к нам, и мы ждем вашего вопроса, не забывайте представляться. Добрый вечер. Добрый вечер, вы в прямом эфире, слушаем вас. Это я, да? Да, это вы. Как вас зовут? Добрый вечер. Я студентка Бузулукского филиала Оренбургского государственного университета. Хотелось бы узнать, какова судьба нашего филиала. Это вопрос к Владимиру Петровичу. Ну, понятно. Вопрос короткий, собственно говоря. Ну и ответ короткий. Филиал признан эффективным, и на сегодняшний день никаких оснований для беспокойства нет. Понятно. Ну, вот тогда еще все-таки о том сюжете, который мы с вами посмотрели, еще одно выскажу предположение. Впрочем, оно не мое личное, оно высказывается многими. Хотя сейчас вы, Владимир Владимирович, затронули, что у нас говорят о демографической яме, но тем не менее, вот эта проблема демографической ямы и малого количества студентов все равно муссируется. То есть, почему начинают говорить о неэффективности вузов? Для того, чтобы некоторые закрыть. Почему некоторые закрыть? Потому что их так много, что студентов на всех стало не хватать. В смысле, не вузов не хватать, а студентов на всех не хватать. Как вы, Владимир Петрович, относитесь к такой точке зрения? Или она ошибочная все-таки? Нет. На самом деле, совершенно правильно вы отметили, что количество выпускников средних школ сокращается, количество абитуриентов сокращается. И, наверное, будет правильным, если государство начнет адекватно на это реагировать. То есть, нужно сокращать количество бюджетных мест. Но, речь еще, я хотел бы обратить ваше внимание, что президент Российской Федерации, когда подписывал указ и поручал этим самым указом министерству определить эффективные и неэффективные вузы, все-таки, наверное, еще имелось в виду, что в первую очередь у нас большинство неэффективных вузов это среднегосударственные. Да, кстати, этот пласт проблем мы еще вообще не коснулись. Да, и вообще говоря, с негосударственных частных вузов-то вот только. С этой точки зрения, ну, как говорят, был бы я министром, я бы туда свой взор обратил. Ну, наверное, обратят взор, потому что, по моим сведениям, вот, что в этом году еще начнут и негосударственные вузы трясти, как называют. Уже начали добровольно, вузы изъявили желание и мониторинг провели, и половину из них, вот, тех, кто участвовал. А еще бы они не изъявили желание, да? Да. Там тоже 50-50 расклад идет, если так, в первом приближении, в целом по России эффективные и неэффективные, и филиалы тоже. Но надо сказать, что наша область, она, вузы, негосударственные вузы нашей области, они проигнорировали этот призыв, они отказались участвовать. Ну, понятно. Видимо, наверное, чувствуют, что могут и не пройти. У нас еще один звонок телезрителя, с вашего позволения, я выведу его в эфир. Здравствуйте, вы в прямом эфире программы «Обратная связь». Задавайте свой вопрос, говорите, откуда вы, не забывайте представляться. Здравствуйте, меня зовут Эль Нур, я из города Оренбурга. У меня вопрос, раз мы ведем речь об образовании. У нас есть 4 исторических вуза в городе Оренбурга, сельхоз, политех и так далее. У нас очень много появляется вузов московских, питерских и так далее. О чем только что мы говорили, между прочим. Да, очень приятно, но есть такая проблема. Происходит размывание студенческого пласта по этим вузам, первое. Второе, из-за этого бюджетные места, как в сельхозе, так и в политехе, так и в педе, для детей с колхоза, с сельской местности уменьшается, значит, их возможность уменьшается реализоваться в жизни. Соответственно, они, получая образование, идут в преподаватели. А преподаватели имеют, по сути, мизерную зарплату. Понятно. Ваш вопрос, пожалуйста, а то у нас время ограничено. Алло, вопрос, можно? Да, да, вопрос, да, вот слушай мой вопрос. Вопрос прост. Зачем разбираться, хорошие или плохие вузы? Может, сначала материальную базу поднимем преподавателя, а потом спросим, почему у нас такие плохие показатели? Спасибо. Владимир Владимирович, ну, вам теперь первым отвечать на этот вопрос. Что вы думаете по этому предложению даже? Не вопросу, а предложению телезрителей наших? Я думаю, вот мы заговорили уже о частных негосударственных вузах. Понятно, что давно уже массируются вопросы о качестве образования в данных вузах. И наши даже студенты часто высказываются, что мы учимся, мы на выходе получаем один и тот же диплом, там синий либо красный. Но что стоит за этим дипломом? Действительно, разное качество образования, разные знания, разные вот эти компетентности, уровень компетентности. Поэтому я думаю, что здесь надо делать все одновременно. С одной стороны, сокращать, в том числе и негосударственные, в том числе и малоэффективные. От этого высвобождать деньги, ну и, соответственно, перенаправлять эти средства для повышения качества образования, повышения заработной платы. Спасибо большое, Владимир Владимирович. Владимир Петрович, ваше мнение по этому вопросу? Ну, безусловно, надо укреплять материально-техническую базу. Ни для кого не секрет, что, вообще говоря, высшая школа, она недостаточно финансируется. У нас сейчас в стране мало что достаточно, потому что из бюджета финансируется, если честно. Вы знаете, я могу сказать, что вот эти вот так называемые ведущие вузы, они начали финансироваться хорошо. Ну, видимо, как бы лобби, которые они себе могут позволить, у них значительно сильнее, чем у региональных вузов. И им можно по-доброму позавидовать. А вот когда нам предлагают посоревноваться с ними, с теми вузами, в которые идет накачка очень больших денег... Не совсем правильно, не совсем корректно, вы считаете? Конечно. Можно, конечно, устроить гонки между Мерседесом и Запорожцем. Да, понятно. Чем это закончится сразу, можно не устраивать. С интересом смотреть, а какой же результат получит? Кто эффективный, а кто нет. Ну, спасибо за этот ответ, за откровенный разговор. И у нас сразу два зрителя дозвонились, сейчас примем, что называется, дуплетом эти оба вопросы, постараемся на них ответить. Первый вопрос принимаем. Здравствуйте. Вы в прямом эфире программы «Обратная связь». Представляйте, задавайте свой вопрос. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Вопрос следующий. Изменится ли по новому закону об образовании... Как вас зовут, извините? Меня зовут Марина. Я бы хотела спросить у Владимира Петровича, изменится ли по новому закону об образовании количество бюджетных мест? Скратится оно или увеличится? И кто это будет решать? Ну, вот у нас разговор о законе об образовании впереди, но, тем не менее, телевизор предзасхитил. Мы сейчас второй звонок примем и будем отвечать подряд. Дело в том, что количество бюджетных мест определяется. Никитарий, сейчас второй звонок человек. Второй вопрос примем и будем отвечать. Вы в прямом эфире, задавайте ваш вопрос, слушаем вас, не забывайте представляться. Здравствуйте. Да, здрасте. Ирина Изорска. Изорска. Скажите, пожалуйста, почему обучение в государственных вузах, стоимость обучения по одной и той же специальности, разнится в два раза практически? В разных регионах, разных городах? Нет, город Оренбург. А, понятно. А ГИМ и ОГУ в частности. Ладно, спасибо. Ну, первый вопрос по первой, извините, второй по очереди будем, как они поступают. Дело в том, что количество бюджетных мест, оно регламентируется не законом об образовании, а определяется федеральным правительством, ну и вот эта вот некая величина, она распределяется министерством образования. Начнем с этого. Ну, как будет меняться? Ну, наверное, будет меняться. Сейчас некая концепция распределения этих бюджетных мест уже озвучена. Посмотрим, что будет реализовано на практике. То есть, количество бюджетных мест пропагандируется, что будет увеличиваться, да? Я правильно вас понимаю? Нет, увеличиваться оно не будет, однозначно. То есть, оно или уменьшаться? Ну, и... Или еще нет ясности? Сейчас мы пока ясности не имеем. Есть некая концепция распределения мест. То есть, как обычно, я поясню, как обычно, сейчас в последнее время сокращается количество бюджетных мест на гуманитарные специальности, экономика, педагогика. А на технические, наоборот, увеличиваются. На инженерные специальности идет увеличение, потому что эти специальности востребованы экономикой, и туда действительно нужны соответствующие... Ну, с учетом того, что говорил президент в послании Федерального собрания. Ну, и теперь вопрос о стоимости обучения по одним и тем же дисциплинам в разных вузах. Такого быть не должно. Принципиальный подход здесь следующий. Министерство устанавливает стоимость коммерческого обучения для одних и тех же специальностей в разных вузах одинаковой. Это минимальная стоимость 60 тысяч, там, по-моему, 200 рублей, скажем, те же гуманитарные специальности. Ну, а если это произошло, телезритель, наверное, каким-то фактами оперирует? Значит, наверное, телезритель эти факты сейчас не сообщает, у кого больше, скажем, у нас или в Агеме. Если же кто-то повышает вот эту вот стоимость обучения... То можно жаловаться в соответствующие инстанции? Нет. Он должен жаловаться, это само собой. Но этот вуз, он должен представить доказательства... Мотивировать. Какие-то, может, дополнительные программы... На основании чего такие дополнительные там услуги вводятся, что он позволяет себе повысить стоимость обучения на коммерческой основе. Ну, Петрович, у нас немножко Владимир Владимирович загрустил, я к нему, ему хотел вопрос задать. Немножко мы отойдем все-таки от темы вот платного обучения, а вернемся опять к теме эффективности. Вот когда вот эта пошла волна слухов, а неэффективности, извините, не слухов, а сведений, многие говорили насчет того, что... Опасения, вернее, высказывали, что не закроются ли вузы. Ну, вот мы сейчас выясним, что они не закроются. Но как это скажется на приеме абитуриентов? Вдруг в те вузы, которые признаны неэффективными, меньше будет? Вот как это сейчас сказывается у вас в педагограде? Вообще, какие настроения там в педагограде? Я думаю, что приема абитуриентов будет увеличиваться. Почему? Потому что нами сейчас проводится профагитационная работа, мы проводим совместные олимпиады и студентов, и школьников, которые призваны как раз привлекать выпускников школ на наше направление. Мы расширяем сейчас перечень направлений, по которым мы можем готовить. Допустим, сейчас стоит острая проблема малокомплектных школ и подготовки педагогических кадров именно для них. То есть сейчас система бакалавриата позволяет одновременно обучаться по двум профилям. Допустим, учитель химии, учитель биологии, учитель математики, учитель информатики. То есть я вас правильно понимаю, что вы на вызовы Федерального министерства образования отвечаете какими-то своими новыми разработками, которые привлекают к вам людей? Мы отвечаем на вызов внешней среды, в том числе и на министерство образования, и на социум. Понятно. Спасибо. Но прежде чем сменить тему, потому что мы дальше будем говорить о Федеральном законе, об образовании его новой редакции, вообще о новом законе, мы примем еще один звонок телезрителя, который дозвонился к нам в прямой эфир. Здравствуйте, вы в прямом эфире, программа «Обратная связь». Представляйте, задавайте свой вопрос. Здравствуйте. Здравствуйте. Я хочу... А, я Раиса Сергеевна, это из Оренбурга. Очень приятно. Скажите, пожалуйста, а вот какова судьба Самарского института железнодорожного транспорта, тоже филиал здесь, как он-то будет работать или нет?